В первой части мы рассказывали, как советский режим устанавливался на Софиевщине, на примере жизнеописания агронома Каморного. А в это время на Солонянщине происходила своя трагикомедия. И все потому, что в начале 20-х годов, в период становления советской власти, ВКПБ рассылало на руководящие должности в города и весе своих представителей из других местностей, как-то слесарей, горняков, кухарок, парикмахеров и массажистов, в общем, всякий сброд. Власть быстро вскружила новоявленным начальникам головы, потому что мало кто из них понимал, как управлять громадой. Со временем некомпетентность, тупость и жадность приводили пославцев партии на скамью подсудимых. Как и в Софиевщине, главные злопотребления касались земельного вопроса. В итоге, в 1925-м, украинские газеты и журналы по всей территории Украины, большевик Полтавщины, Селянская правда, Вести Вуцевика, Зирка, Радянская Волынь, Комунист, Звезда, Пролетарская правда, Наш Путь Кременчуг, Червоный Селянын, Красная Армия Харкев вышли с такими заголовками «Башкеты сельской влады у Солоному, дело о злоупотреблениях солонянских властей, за революционную законность к ответу негодяев». Как мы уже говорили, злоупотребление властью тогда было не каким-то единичным или уникальным явлением. Газетчики захлебывались, освещая подобные факты и в других районах. Произволы беззакония собственно солонянских карманочей длилась полтора года и включала расхлябанность, незаконное лишение некоторых селян права голоса на выборах, несправедливое решение земельных вопросов, растраты, халатное отношение к своим обязанностям. Все это вызвало глубочайшее возмущение в гуще селянских масс. Но в Солонянском районе была такая изюминка, благодаря которой скандал и перерос в пределы района. Солонянцы были шокированы. Благодарили советскую власть и обещали всячески ей помогать в борьбе за революционную законность, заявили они в своей резолюции в начале мая 1925, когда узнали, что против солонянских беззаконников начато уголовное преследование. Сразу скажем, что в газетных статьях, освещавших эти события и которые мы зачитаем, корреспонденты иногда старались изобразить, что советские кадры как бы здесь ни при чем, во всех этих безобразиях, а это все заговор куркулей. Мы это все будем фильтровать, потому что понимаем, что именно советская власть заслала в соленые, например, Федрика, председателя райисполкома и другие незнакомые нам фамилии. Также предупредим, что фамилии эти все неточные, потому что корреспонденты воспринимали их на слух, но и не в них дело, а дело в сути. ЕПО – это будущее сельпо, так называлось, то есть потребительское сельское общество. Перед тем, как стать сельпо, его называли по-разному. Итак, «Наш путь к Ременчугу» газета номер 149 от 3 июля 1925. «Борьба с беззакониями. Крупное преступление в Солонянском районе на Екатеринославщине». По материалам ГПУ и ЦКК – это Центральная контрольная комиссия. Органами ГПУ и ЦКК раскрыты крупные преступления в низовом аппарате Екатеринославщины, центром коих был Солонянский райисполком и несколько входивших в него сельсоветов. В этом районе организовалась теплая кампания в составе представителей решительно всех бывших на территории райисполкома партийных, советских и профессиональных организаций. В ее состав входили председатель райисполкома Решетняк, секретарь райпорткома Начальный, секретарь химьячейки Ясногор, председатель солонянского ЕПО Сидорчук, секретарь нарсуда Пастерман, прудинспектор Сильченко и ряд второстепенных представителей власти. Вся эта кампания занималась преимущественно пьянством в обществе кулаков. Попойки продолжались несколько дней подряд и происходили обыкновенно в учреждениях. Представители власти и партии являлись на сходы в пьяном виде, причем крестьяне призывали представителей власти к порядку. Средства для попоек власти изыскивали путем хищения казенного имущества, товаров ЕПО и массовых взяток. Все ответственные работники получали жалования в трех и четырех учреждениях, а между тем личный персонал не получал жалования 5-6 месяцев. Земли Государственного земельного фонда расхищались. Крестьянам отказывали в одной десятине покоса, а между тем сотрудники райисполкома получали по 40 десятин покоса. Секретарь райисполкома получал свыше 40 десятин покоса и торговал сеном, продавая его даже райисполкому для лошадей Рика. Одной из основных статей доходов компании были также взимавшиеся совершенно произвольно дополнительные сборы с крестьян при исчислении сельхозналога. В этих сборах участвовали не только сотрудники райисполкома, но и несколько председателей сельсоветов. За представителями местной власти числилась большая задолженность. В частности, за одним председателем райисполкома числилась одна тысяча рублей. Своих врагов эта компания дружно преследовала. Она широко практиковала систему лишения избирательного права. Девять бывших красноармейцев, протестовавших против действий Рика, были лишены избирательных прав как опасный элемент. После окончания следствия по делу, обвиняемых будут судить в порядке показательного процесса. А газета «Радянська Волынь» опубликовала 10 сентября 1925-го такую заметку. Перед этим поясню, что сель-ест – это то же самое сельское споживче товариство. Их называли ест, и что такое е, никому точно не зрозумило. В газетах писали «Ества», бачите заголовок. На увагу – «Ества». Пияків і злочинців до права. 6 вересня у селі Солоному Катернославської округи суд розглядав справу сільської влади села Солоного. Судиться 14 человек. Між ними колишній голова Солонянського райвиконкому Решетняк, голова сель-єства Сидорчук, фін-інспектор Сильченко і нарсуддя Скачко. Підсудні систематично пиячили під час діяльності. Одного разу після трьохденного безупинного пияцтва представники місцевої влади надумали танцювати якогось дикого танця. Поскидавши себе одежу, давай танцювати якихось чудернацьких танців. Вікна того будинку, де була бесіда-бенкет, були відчинені, і селяни могли бачити, як веселиться начальство. Нарсуддя Скачко читав присуди, заплітаючись. Представники влади перевели багато грошей. Між іншим, голова сель-єства Сидорчук не визнавав ніякого обліку товарів. Він завжди заявляв службовцям, що учот – це фантазія інспекторів. Ми добре працюватимемо й без обліку. Кінець-кінцем через таку роботу єство зазнало збитків на півтори тисячі. Той самий Сидорчук, діставшись з сельбанку гроші, щоб видавати позики незаможним селянам, пороздавав гроші своїм родокам, а так само знаємим куркулям. У земельному управліні так само був безлад. Подробний отчет о судебному процесі предоставила газета «Звізда», начиная с номера 937 от 8 сентября 1925. Дело Б солонянських властей. Б – це не то, що ви подумали. Эта газета так сокращає заголовок. Дело бывших солонянських властей. Тому що прийшли нові, але об цьому потім. Медвежий угол, село Солене, сьогодні гудит ульям. Із всіх переулоків, кривих вулиць тянуться селяні і селянки по направлению к сельбудынку, де сьогодні заседає виїзна сесія окр суда. Приїхали представители революціонної законності, щоб вскрыти тот гнайник, який в течіні почти двох років раздігал тело села, підривав авторитет советської власти, тормозил общественно-политическу роботу. Беспробудне п'янство, дікі оргії на глазах селянства, присвоення в свою пользу общественних денег і інші художества є ржавими звеньями всі цепи роботи, за яку бувша головка села должна дати відповідь пролетарському суду. Танцевали рані п'яні з бабами, а тепер танцують на скам'є подсудимых. Поясняєт самому себе старик-селянин, отплевываясь после затяжки махоркой. Невмоготу вже було, стонало наше многострадальне село, а тепері вони відповідь понесуть за свою роботу, взволнованно объясняє ржебородий селянин. Відні вперві видіт їх село, но сьогодні тисячі глаз особенно вперілись на скам'ї, на котріх сидять, прижавшись плотно друг к другу, як і в своєй роботі на селе 14 подсудимых. Шум і говор сміняється мертвой тишиною, коли звонок дають знати на весь сель будинок і через открыті двери на улицу о том, що суд йдет. Тільки почалось судебне следствие і вже стало ясно, що підсудимі себе чувствують, як крыловський волк, що вони всім в деревні насолили, і що не тільки тут на селе, але й во всім Солонянському районі у них друзей нет, що їх робота пам'ятна і запечатлелась в мозгу селян. Вони це знають, і тому через свою защиту заявляють отвод нарзаседателям, селянам села Соленого і не тільки їм персонально, а всім селянам Солонянського района. Не можуть вони нас судити, так як жили з нами бок о бок, і видели наші, може, не красиві поступки, і поэтому не будуть безпристрастни. Ходатайство підсудимих явилось як би електричним током, пробіжавшим по всему залу і вулиці. Мощною волною зарокотало возмущення, але голос представителя государственного обвинення внес успокоення. Здесь видна трусість, чувствується, що кожний з підсудимих, бывший господин села, осознал, що приближається час ответа і расплати за нечестні дела, тому скам'я підсудимих відкрила боротьбу за засідателя, але це тільки жалкі потуги. І должен і буде судити Рабочий крістьянський суд, а засідателями должны бути селяни з села Соленого. Ні з Берліна і не з Парижа будуть виписані засідатели. Уміли художестві нарисувати, пусть уміють объясніть сілу і дати відповідь за нарисовану картину. Закончил обвинитель і гром рукоплескані покрыл його слова. Правильно, правильно, прокурор – це наш защітник, мордували на селі, «А тепер бач які?» Кожний селянин скаже своє слово, бо кожна копійка – народна. Суд отклоняє ходатайство підсудимих. Но другое обстоятельство не дает возможности сейчас продолжить слушання дела. Не явились на суд 17 свидетелей, які можуть внести яркі штрихи в освіщення дела, дати можливість розв'язати узел всех преступлений. Поэтому суд после часового совіщання постановил дело слушанням отложити. «Ой, де справжні, радянська влада! Ой, де справжні, оборонці селян!» – говорят селяне, вливаясь лавинай із залу суда. Дело буде слушаться в ближайшее время в селе Саленом, при нарзасідателях із того же села. Теперь газета «Звезда» номер 949 от 22 сентября 1925 заголовок теперь вполне приличный. «Дело соломянських властей». В село Саленое приехали поздно вечером. Вокруг автомобиля, остановившись на минуту у здания Рика, собралась толпа любопытных. «Ну як, селянству знаю, що завтра суд?» – спрашиваем мы. «Всі знають і всі ждуть!» – раздался в темноте угрюмый отрывистый голос. Голос, в котором чувствовалось осуждение тем, кто вместо разумного руководства селом творил беззаконие, грубо командовал и в п'яных дебошах разбазаривал трудовую селянскую копейку. В маленькой закопченой хате при тусклом свете каганца слова охотливый дядька рассказывает о художествах бывшего начальства. «Добре вони нам насолили!» – покрутил он головой. «Завтра суд!» «С утра тихо, безлюдно, на улицах!» «Селянам некогда, хоть и праздник!» «С позаранку в степи!» «Пользуются последними хорошими днями, чтобы кончить свои работы!» «И все же к 12 часам дня» в клубе, где будет происходить судебное заседание, ни одного свободного места. Общественный интерес к суду огромный! Час дня в переполненном здании клуба председательствующий объявляет судебное заседание открытым. А теперь отвлечемся от статьи, перечислим, кто же оказался на скамье подсудимых. Это 14 человек. Председатель Солонянского райисполкома или Рика М.М. Решетняк или Решетник, секретарь райпорткома начальный, зав райкультоделом Грейсман или Дрейкман или Крейсман, председатель СЭПО Петр Сидорук – это, как мы знаем, сельское потребительское общество, казначей СЭПО Колодченко, фининспектор налогового стола С.А. Сильченко и его делопроизводитель Н.Г. Бильченко, заведующий райзем управлением Лозовой или Лозовской, его иногда так называют, голова села Никольская – Черевченко, нарсудья третьего района Скачко или Садко, но в Соленом был такой судья Сачко, возможно, это он, секретарь нарсудьи Пасерман или Пастерман, секретарь ком-ячейки или, как еще называли, хим-ячейки, парт-ячейки, Ясногор или Яскобор, секретарь райсекретариата Всеработ землеса Постоловский, уполномоченный Дон Угля Олейников или Олейник и другие общественные районные работники. Из них 9 – члены ВКПБ, все с низшим образованием, кроме секретаря райпорткома начального, шестью классами гимназии и фининспектора Фисенко, студента второго курса инженерного техникума. Далее продолжаем цитировать газету «Звезда». Суды приступают к допросу бывшего председателя Соломянского Рика Решетника, который в процессе допроса почти полностью сознается в совершенных им преступлениях. Получив заявление частных лиц на целый ряд селян села Григорьевки с сообщением об их бандитизме и других уголовных преступлениях, Решетник, не проверив этих сведений, лишил последних права голоса при выборах в сельсовет. В отношении риковских денег Решетник тоже проявил большую халатность – около 300 рублей арендных, полученных за землю, вместо кассы Рика попали в руки Решетника, частью были розданы им по-семейному, в бессрочный кредит СЭПа, частью растрачены на свои нужды. Без санкции Рика Решетник произвел покупку лошадей. Сколько он за них заплатил, неизвестно, но через неделю составил акт на покупку, где поставил сумму в 672 рубля и заставил риковского кучера подписать этот акт. Все эти обвинения Решетник признает, за исключением последнего систематического пьянства и дискредитации власти. Человек, я пьющий, заявляет он в суду, но лишнего себе никогда не позволял. Будучи допрошен, бывший секретарь райпорткома, обвиняемый начальной, призвал себя виновным только в незаконном получении зарплаты по должности председателя СЭПа. Обвинение в незаконном лишении голоса на право выборов в сельсовет целого ряда селян, в бесхозяйственном введении дел СЭПа, а также в систематическом пьянстве, обвиняемый отрицает. По его мнению, он лишал голоса селян вполне законно, так как имел сведения, что они состоят на учете в ГПУ. Сведения эти, однако, не подтвердились. Ну, а в СЭПовских делах я сам ничего не понимал, заявляет он откровенно суду. Приезжали инструктора райпотребсоюза, производили ревизию, говорят, работайте хорошо, с прибылью, я им доверял, а потом вдруг крах. О пьянстве местных властей начальный, по его словам, ничего не знал. Далее читаем газету «Звезда» номер 950 от 21 сентября 1925. Почти все утреннее заседание суд посвящает допросу бывшего заведующего районным земельным управлением подсудимого Лозового и его делопроизводителя Денисенко. Из пространных, очень путанных объяснений Лозового удается выяснить, что в соломянском землеустройстве происходили невообразимые хаосы путаница. По заведенному обычаю, селянин, желавший заарендовать землю, заключал на нее договор, а потом ему предоставлялось право самому отделять себе участок земли из госфонда. Ясно, что арендатор старался захватить, возможно, больше земли. Ну, к примеру, заключает договор на 60 десятин, а отмеряет себе 150, поясняет Лозовой. Проверить же захватчика, по словам подсудимого, не было возможности за отсутствием технических приспособлений. Этим отсутствием правильного отмера земли Лозовой и объясняет предъявленное ему обвинение в сдаче двум группам селян одного и того же участка. В этом землеустроительном хаосе Лозовой легко прятал концы собственных беззаконий и упущений. Так, по приказу Лозового, его делопроизводитель заключил договор без всяких документов с неким Цюцюрой на триста десятин земли по самой дешевой цене. А затем в договоре Цюцюры почему-то появилась фамилия другого арендатора, Денисова. Суду удается установить, что Денисов, тесть Лозового, который, пользуясь подставной фамилией, при содействии зятя, хотел получить в аренду лишних триста десятин земли. Лозовой категорически отрицает этот факт. Подпись Денисов сделана кем-то злоумышленно, заявляет он, чтобы скомпрометировать меня. В землеустроительной неразберихи устраивал свое благополучие и делопроизводитель Райзу Денисенко. С группой своих родичей он зарендовал участок земли в 28 десятин, затем еще присоединил в 16 десятин, собственноручно исправив в договоре цифру 28 на 38. В деле имеется 10 заявлений селян, обвиняющих Денисенко в том, что он со своими родичами самозахватом выкосил 30 десятин сенокоса и выкошенное сено возил продавать город на базар. Этот вопрос обсуждался на общем собрании селян, которые постановили не принимать Денисенко за самозахват в члены общества. Факт самовольного выкоса сенокоса Денисенко на суде отрицает. На том же заседании суд допрашивает бывшего за в рай культоотделом при Солонянском рике подсудимого Дрейкмана, который обвиняется в пьянстве, подлоге и незаконном срыве общего собрания селян. На повестке общего собрания в этот день стоял больной и жгучий для селянца вопрос о переселенцах. В разгар спора между селянами по поводу переселенцев на собрании явился пьяный Дрейкман и, несмотря на протесты селян, закрыл собрание. «Какое же вы имели право без санкции президиума Рика закрывать такое важное собрание селян?» спрашивает председатель действующий. Шумели. «Ну, я и закрыл». Угрюма, глядя в сторону, отвечает Дрейкман. Суд предлагает бывшему за в рай культа делом рассказать, как он совершил подлог с целью присвоения 50 рублей школьных денег. «Ничего подобного, никакого подлога я не совершил», отвечает подсудимый. «Я еще не так низко пал, чтобы продавать свой партбилет за 50 рублей». Вечернее заседание. Бывший секретарь Нарсуда третьего района подсудимый Пассерман на судебном допросе признает себя виновным в растрате 179 рублей. Но систематическое пьянство, как и остальные подсудимые, он категорически отрицает. Это по донесению Канеболодского. «За 4 стакана пива я пострадал», заявляет он суду. Обвиняемый Садко, бывший Нарсудья третьего района, вынесший незаконное решение на судебном заседании, объясняет свой поступок малограмотностью и незнанием статей Уголовного кодекса. Следующий репортаж газеты «Звезда». Утреннее заседание 22 сентября. Суд приступает к допросу бывшего председателя райсекретариата Союза «Все работ земли» с подсудимого Постоловского и уполномоченного Донугля, отбывающего в данное время наказание в Допре за растрату подсудимого Олейник. Речь идет о трехдневном кутеже подсудимых на квартире солонянской дамы Волошка, который окончился их арестом, отобранием у них партбилетов и строгим выговором партийного комитета. Но, по словам подсудимых, они ни в чем не виноваты. «За что меня арестовали, сам не знаю», показывает Олейник. «Пришел я к Волошке». Женщина, она гостеприимная. Пили пиво, разговаривали, вот и все». Допрашивается подсудимый Ясногор, бывший секретарь комьячейки, который в этом году на второй день Пасхи пьяный разгуливал по улицам и всех встречных селян бронил самыми отборными словами, угрожаясь с ними расправиться. Факт угрозы и брани Ясногор на суде отрицает. Начинается допрос бывшего заведующего лавкой СЭПО подсудимого Седорука. «Хиба ж у нас СЭПО, цеж лавочка Петра Седорука, як хоче, так там и наворачае». Такое мнение у солонян было о своем СЭПО. Лавочке Седорука наконец был положен конец. Ревизионное обследование райпотребсоюза в январе текущего года обнаружило полный хаос, безучетность и произвол введении дел СЭПО. Установлена была утайка товара на 838 рублей. Учета зернахлеба, поступавшего для перемола на мельницу и потом в лавку СЭПО для обмена на товары совершенно не велось и потому выяснить убыточность или прибыль хлебных операций не представлялось никакой возможности. «Я сам не знал, як мы торгуем с барышем чи с убытком», говорит на суде Седорук. Бухгалтерия казала, що все обстоит благополучно. Убытки, мабуть, от того, що бухгалтер баланс неправильно суставив. Квартира Седорука помещалась в доме кабачика Маразенко, с которым подсудимый был очень близок. Отдал, например, ему СЭПОвский сепаратор для переработки молочных продуктов. С тем же Маразенко, прикрываясь маркой СЭПО и за деньги СЭПО, Седорук устроил кабак, прибыль от которого шла в карман Седорука. Обогащался Седорук и другими способами. Уплатив хлебопродукту 90 рублей за мануфактуру, Седорук в свою бухгалтерию представил два счета по 90 рублей. Им же был представлен бухгалтерию СЭПО и счет Гонха на 50 рублей, который при проверке оказался невыплаченным. Гонх это государственная отрасль народного хозяйства. А вот как раздавал Седорук суду Сильбанка, предназначенную для безлошадного крестьянства. Суду от Седорука получили его брат, хозяин постоялого двора в Екатеринославе, член Рика Постоловский, приятель кабачек Маразенко, нарсудья Глотов и другие лица ничего общего с сельским хозяйством не имевшие. Селянам же, желавшим получить суду, Седорук приказал внести по 4 пая. Но после внесения паев, Седорук сначала предложил Селянам обождать суды в течение двух месяцев, а потом совершенно отказал. Обиженные селяне подали на него в суд, желая вернуть свои паи, но нарсудья Глотов, принимавший участие в получении суды, по просьбе Седорука положил это дело под сукно и в течение двух лет не давал ему хода. Седорук обвиняет а также в том, что без всякого учета таскал к себе домой из лавки сыпок муку, сахар, мануфактуру и другие продукты. На суде свою вину Седорук отрицает. Вечернее заседание. Бывший казначей СЭПО подсудимый Колодченко, обвиняемый при своении денег, отрицает свою вину, объясняя недостачу в кассе пивными операциями Седорука, который брал у него несколько раз деньги на покупку пива. Денег этих, несмотря на настойчивое требование Колодченко, Седорук ему и до сего времени не вернул. Подсудимый по его словам все дела СЭПО вершили Седорук и Начальный, а он, хотя и был членом правления, исполнял обязанности хлопчика на побегушках. В лавке дела шли как-то неблагополучно, рассказывает он суду. Обращался я по этому поводу к Начальному, он говорит «Побачиму як буде далее». Ну и побачили, что получился крах. Допрос подсудимых закончился, суд приступает к допросу свидетелей. Отвлечемся от судебного заседания, и чтобы понять, как шли процессы землеустройства, прочитаем заметку нашей любимой газеты «Звезда» номер 887 еще от 9 июля 1925 года. Солонянские вымогатели. У нас уже сообщалось, что в результате обследования Солонянского рика ряд должностных лиц по Солонянскому району смещен и предан суду за бесхозяйственность, взяточничество, пьянство и другие преступления. Яркой иллюстрацией того, как велась в Солонянском районе финансовая политика, является выделенное в особое производство дело о взяточничестве фининспектора налогового стола Солонянского района С.А. Сильченко и его деловода Н.Г. Пеличенко. Осенью 1924 перед началом кампании по сбору сельхозналога в Солонянскую фининспекцию поступил циркуляр ГУП финнадела о снижении почти на половину сельхозналога селянам арендаторам гусфондовой земли. Так как окладные листы были уже обставлены и заполнены, необходимо было в них вносить соответствующие поправки о снижении налога. Тут-то Сильченко и решил использовать удобный момент для нажима. Как человек очень осторожный, он сам не занимался вымогательством взяток у селян, а возложил эту обязанность на своего деловода Беличенко. Начался сбор сельхозналога. Уполномоченные от целых групп арендаторов стали обращаться в фининспекцию с просьбой снизить сумму налога. На все просьбы селян Сильченко обыкновенно отвечал категорическим отказом, но на всякий случай посылал к своему деловоду Беличенко. А вот он что-нибудь придумает. Беличенко всегда находил выход из положения, обещая снизить налог. Вот все гарно мы вам выпивку поставим, радовались дядьки. Но Бельченко от выпивки отказывался и предлагал вместо нее уплатить кругленькую сумму деньгами. С разных групп арендаторов Беличенко брал за труды по снижению налога от 80 до 300 рублей. Но когда он докладывал Сильченко о результатах своих вымогательств, тот недовольно морщился. Мелочь все это, ты с них дери побольше. Кроме Сильченко и Беличенко на снижение цельхозналога подрабатывал и бывший солнянский финанспектор Исков, живущий в селе Соленов. Случалось так, что Сильченко из дипломатических соображений заставлял селян раз по 10 приезжать к нему безрезультатно. Нередко крестьяне, финанспектору, чтобы он походатайствовал. Исков заявлял, дадите 200-300 рублей, все устрою и действительно устраивал. Например, отчаявшаяся снизить цельхозналог группа арендаторов Силанова-Покровского, отвезя на квартиру Искова 300 рублей, через две недели уже имела в своем сельсовете готовые и исправленные списки с пониженным налогом. Вся эта компания вымогателей вскоре предстанет перед судом. Теперь возвращаемся в суд. Номер газеты «Звезда 952». УКП это Украинская коммунистическая партия. Один из их представителей был очень активен в Солнянском районе в то время. Итак, утреннее заседание 23 сентября. Центром внимания сегодняшнего судебного заседания оказывается свидетель Бельченко, давший секретные сведения о девяти селянах села Соленого, якобы состоявших на учете ГПУ. На основании этих сведений сектор райкома подсудимый начальный лишил их права голоса на перевыборах в сельсовет. При появлении Бельченко перед судебным столом по залу переполненному слушателями проходит волна скрытого возмущения. «Почему вы подали заявление на целый ряд селян?» спрашивает председатель «По разным причинам. На одних за то, что посещали кружки УКП, которые оказывали на них развратное влияние, на других за то, что волынили на общих собраниях, мешали вопросы обсуждать. Но тут же сам, по-видимому, чувствуя неубедительность своих доводов, Бельченко замечает, что сведения он давал предположительное, на основании которых селян нельзя было лишать права голоса. Но в показаниях самих потерпевших скрывается истинная причина этой истории. С некоторыми из селян Бельченко просто сводил личные счеты. Одно время он был секретарем земельного судьи. «Ну, я судился за хату», рассказывает сведитель Дмитрий Еременко. Каже он мне, «Як хочешь дело выиграть, то что треба». «Ну, я знаю, что значит треба підмазать». «Ничего кажу, тобі не дам, буду судитися по закону». Аналогичные показания дали свидетели Волощенко, с которого Бельченко требовал пять подов муки за судейские. Решив сорвать досаду за неудачное вымогательство взяток, Бельченко занес их на свою заметку, как состоящих на учете ГПУ. Ввиду заявления селян о вымогательстве взяток свидетелем Бельченко суд постановляет возбудить против него уголовное преследование. Но были и другие причины, которыми руководствовалась местная власть при обсуждении вопроса о том, кого лишать права голоса. Почти все лишенные права голоса это бывшие члены сельсовета, активные селяне, принимавшие на собраниях деятельное участие в обсуждении общественных вопросов. Бо свидетель Ерьоменко Ну звичайно іноді доводиться виступати проти погляду начальства а це само їм не дуже подобається У них був такий режим заведено показывает свидетель Волощенко Як хто що на зібранні проти каже зараз його на записочку Як позбавили мене права голосу так я вже і на зібрання перестав ходити опасувався Так солонянський руководитель воспитывали в селянской массе навык к общественной работе Из показаний свидетелей селян выявляються еще новые эпизоды из серии художеств подсудимых Вечернее заседание Продолжается допрос свидетелей Свидетельница Волошко рассказывает как на второй день Рождества к ней пришли в веселом виде решетник и сильченко причем решетник стал за нею гоняться Почему же он гонялся за вами спрашивает председательствующий А я не знаю что они про меня думали скромно потуплив глаза отвечает Волошко Только я у них побегла в хату до соседки Почему же на другой день не пожаловались куда следуют на такие действия продолжает допрос председательствующий Кому же могу скаржиться коли у меня было самое высшее начальство говорит усмехая свидетельница В ту же ночь на рассвет к Волошко явились подсудимые Постоловский Олейник и Пасарман которые пили у нее потом ушли а в 5 часов вечера снова явились и пили до вечера следующего дня пока не были арестованы дикую оргию с танцами в голом виде о которой сообщают свидетели на предварительном следствии Волошко на суде отрицает Свидетель делопроизводитель райкультодела Якуненко рассказывает о подлоге совершенном подсудимым Грейсманом Грейсман приказал свидетелю Якуненко в раздаточной ведомости с расписками учителей о получении ими учебных пособий писать новую графу перед расписками получателей и проставить денежные суммы в общем на 50 рублей Якуненко удивился этому приказу и спросил Грейсмана что это значит не твое дело ответил Грейсман пиши что приказывают при ревизии кассы Рика была обнаружена недостача 124 рубля которые оказались на руках у Грейсмана А последнем заседании мы узнаем от другой газеты Селянская правда номер 108 от 27 сентября 1925 К сожалению номер звезды где описывается этот процесс я не нашла За злочини не милуют Закінчився суд над людцями що були примазалися до влади у селі Солоному та користуючи своїми посадами наробили силу злочинів Голову сільського кооперативу Сидорока присуджено до двох років будинку примусової роботи Голову райвиконкому Решетняка колишнього секретаря райпарткому начального колишнього зав райкультвідділом Дрейсмана колишнього нарсуддю Скачка колишнього завідуючого райземуправлінням Лозовського присуджено до одного року Лозовського присуджено умовно бо він має революційні послуги та судиться вперше Решетняка начального Дрейсмана та Сидорука узято під варто По другим даним условний приговор з учетом революційних заслуг получили також Постоловський Ясногор Волощенка і Зінченка От так пройшов этот громкий показательний процес Но нам интересно какие уже уроки из всего этого сделал советский режим потому что наш канал и посвящен урокам истории Из всего надо извлекать уроки тогда это будет развитие Так вот мы говорили о том что сразу после тех танцулик у гражданки Волошка Придрика сняли с должности кто же стал на его место об этом нам расскажет наша любимая газета звезда номер 914 от 11 августа 1925 то есть решетника заменил на посту Придрика товарищ белошистов выставка чудаков Придрик и Придрикша село соленое Екатеринославского округа хорошее село соленое оно известно не только Екатеринославщине но почти всей ОССР в питомнике его мы видели решетника сельчинка и компания но вот демонстрируется новый экземпляр у нашего председателя солонянского рика гражданина белошистова есть жена до такой нежной благородной породы что едя на базар заставляет нести корзину конюха риковских лошадей и то на расстоянии 5-6 шагов частенько можно видеть такую картинку впереди идет сама Придрикша а сзади с полной корзинкой нагруженная продуктами придриковского питания согнувшись под тяжестью плетется конюх проклиная всех святых селяне это видят и думают что это так заведено что жена Придрико не имеет хождения наравне с простыми селянами как-то раз Придрикша с мужем по каким-то своим делам решила отправиться в город товарищ белошистов приказал для этого случая подать тачанку видя что есть подвода в город один из членов КНС набрался храбрости Придрико слишком строгий и попросился чтобы его взяли в город но не тут то было Придрико с женой подымая облака пыли укатили а член КНС фельдшер и врач стояли и смотрели с завистью вслед удаляющейся тачанке пришлось гнать вторую пару лошадей а через некоторое время и третью с почтой дальше описывается еще такое безобразие как в письмячевке какой-то труп провисел в петле два дня потому что в милиции заболела лошадь а Придрико отказался им дать лошадей чтобы выехать на место происшествия милиционеров не дождались труп похоронили после этого попиющего случая Придрико как бы перевоспитался и вот вывод товарища корреспондента со странным погонялом не утвержденный ико теперь Придрико лошадей не жалеет и не гоняет даже почту возить и то нанимает сельских лошадей но почему такая резкая перемена а потому что лошади уже так загнаны что на них и ездить нельзя он уже думает продавать их а республике все польза что же касается отношения его к служащим то об этом и говорить нечего вот образчик его отношения 29 июля делопроизводитель раймилиции пришел к нему с рапортом о выделении одной лошади на что он ответил вас в шею нужно выгнать к черту здорово как будто в доброе старое время в общем не мешало бы кое-кому заглянуть к нам в соленое и очистить воздух в ноябре 1925 Белошистова уже назначили председателем Эл Каменского райисполкома вероятно имеется ввиду Лоцман Каменской район а на его место поставили какого-то товарища Остраухова ну вы поняли весь советский режим изначально строился на начальниках хороший плохой неутвержденный икон намекает чтобы другие высокие начальники приехали в соленое и разобрались в жизни района и к сожалению эти советские установки до сих пор не выветрились из голов наших украинцев многие все еще ждут хороших начальников которые все за них сделают это и есть то уродливое наследие советского режима ситуация меняется конечно но не так быстро как хотелось бы и так что мы увидели в этих двух видео из разных районов Солонянского и Софиевского и в других районах по всему УССР было то же самое только фигурировали другие фамилии так что выводы наши общие для всей Украины и посмотрим какие уроки извлекли из истории наши современные потому что уроки истории для того и существуют чтобы извлекать из них уроки первое советский режим изначально строился на некомпетентных и негодных кадрах коммунисты посылали в села своих представителей те сразу начинали разлагать громаду взятками коррупцией бесхозяйственностью что изменилось с тех пор пусть каждый посмотрит на свою громаду если вам нравится ваш руководитель но вам кажется что рядом с ним крутятся какие-то мутные и странные люди с плохой репутацией которым при других раскладах и подметать улицу не доверили бы то вам не кажется это значит что такие люди удобны для вашего руководителя тем что они решают в его пользу невидимые для вас вопросы профессионалы ему не нужны и как бы вы не критиковали вашего руководителя за такие компрометирующие знакомства он их никогда не сдаст а только сильнее в них уцепится второе как только в 1922 году в Украину пришел новый советский режим сразу же начался процесс перераспределения земли в предыдущем видео мы видели как это происходило в Софиевском районе в Соломянском то же самое и вообще земля это благодатная почва для злоупотреблений и все это тянется до наших дней вот новость годичной давности НАСК разробило шлях подолания понад 30 коррупционных схем в земельной сфере то есть проблема заложенная советским режимом к сожалению все еще актуальна третий вывод сто лет прошло с этих судов которые мы тут рассмотрели а коррупция в Украине достигла невиданного размаха мы слышим то оттуда то отсюда как пилятся бюджеты как обойти прозора а может и сам слушатель не раз пилил бюджет сейчас во время войны когда объявили о плане маршала то некоторые шустряки уже у меня интересовались а как это будет и потирают руки от предстоящего распила европейского бабла не знаю как это будет но напомню что план маршала предусматривал введение американской администрации и я читала в чьи-то воспоминания как это выглядело в каждом немецком городке был кабинет в котором сидел американец с сигарой в зубах и ногами на столе и это была власть как у нас будет неизвестно потому что об украинской коррупции в мире наслышаны а особенно она расцвела последние три года чего только стоит президентская программа великое будивництво которую в народе назвали великое крадивництво четвертое показательные суды и их освещение как видим пресса была в 1925 году на местах вполне свободно в каждом селе сидели до 10 селькоров да и любой селянин мог что-то написать в газету чаще анонимно потом эта лавочка конечно закроется показательные суды сейчас в Украине не актуальны потому что судебные заседания и так открыты но никто туда не ходит а из во вторых вытекает наш последний пятый вывод о начальстве помните как слова охотливый дядька рассказывает это художество бывшего начальства при том что все эти художества длились полтора года аж пока не случились эти дикие танцы пока начальство не распоясалось от безнаказанности точно так как это было и в Софиевском районе и я не могу сказать что сейчас что-то кардинально изменилось очень часто в громадах как в городах так и селах люди видят что выбранный ними голова творит всякие художества как раньше было модно выражаться вокруг него собирается теплая компания коррупционеров но все тихо молчат ждут диких танцев чтобы распоясавшееся начальство не по-детски стратило и его прижали к ногтю силовые органы а сама громада останется в стороне как будто бы это не она выбрала себе нерадивого руководителя в Украине и начала децентрализация в 2015 году чтобы громада почувствовала себя хозяином на своей земле и подвижки есть самые успешные громады выбрав мэра или голову ОТГ не самоустраняются а держат ситуацию на контроле но к сожалению во многих громадах с пассивными неактивными гражданами смотрят на своего голову до сих пор как на начальника а не на выбранного ними менеджера в общем мы видим что советский режим начинал строиться на основе привлечения неквалифицированных кадров главный принцип свой прикрытия на основе подавления активности населения так продолжалось сто лет с разными вариациями и результат мы пожинаем до сих пор совок еще окончательно не выветрился как это будет после войны удастся ли Европе с этим справиться будем смотреть неправильно не только смотреть но и активно участвовать не в распиле европейского бабла участвовать а активно участвовать в построении цивилизованного украинского государства государства